Леонид Гайдай. Этот человек родился 30 января 1923 года в поселке Свободной Амурской губернии тогда еще. Ему и года не было, когда семья перебралась в Читу, затем потом переехала в Иркутск, где и прошло детство мальчика. Родители Гайдая были служащими железной дороги. При этом самом ведомстве учился и Леонид, окончивший железнодорожную школу накануне войны. В молодости Гайдая пытался пойти добровольцем на войну, но из-за возраста юноши отказали. Тогда-то он и устроился осветителем в Московский театр Сатиры, как раз находившийся в тот момент в Иркутске в эвакуации. Через год парнишку мобилизовали. Он служил в разведке, где геройски проявил себя во время одного из сражений, а позднее, получив тяжелое ранение, был комиссован. После войны Гайдая окончил в Иркутске театральную студию, немного поработал в драматическом театре актером, осветителем, но потом все же отправился в Москву покорять в ГИК, куда поступил на режиссерский факультет. Его первый же фильм «Долгий путь» был отмечен лично Михаилом Ромом. Знаменитый мастер каким-то удивительным образом в чистой драме сумел рассмотреть задатки Гайдая, способного снимать именно комедию. И именно Ром посоветовал Леониду присмотреться к юмористическому жанру. В 1961-м Иван Пырьев создает кино «Альманах» совершенно серьезно, в котором молодые режиссеры могли представить собственные комедийные короткометражки. Леонид Гайдая к тому моменту успел снять забавнейшую картину «Пес-барбос» и «Необычный кросс», которую позднее номинировали на «Золотую пальмовую ветвь каннах» в категории «Лучший короткометражный фильм». Вот с этой самой ленты и началось шествие по гайдаевским лентам той самой знаменитой троицы. Трулса в исполнении Георгия Витцина «Балбеса», в исполнении Юрия Никулина и «Бывалова» его играл Евгений Маргунов. Вскоре на экраны вышла еще одна зарисовка из жизни трио жуликов «Самогонщики». Ну а спустя пару лет герои снова появились в ленте Гайдая, но теперь уже как второстепенные персонажи. А на первый план комедии «Операция И» и другие приключения Шурика вышел обаятельный, незадачливый студент, которого исполнил Александр Демьяненко. Да, Шурик. При этом многие видели в нем сходство с самим режиссером. Но уж после появилась великолепная «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». И в каждом фильме режиссер использовал любимые приемы – трюки, звуковые эффекты и позволял актерам импровизировать. Выйдя на экраны «Кавказская пленница» сразу полюбилась зрителям, в том числе и благодаря чудесным песням, написанным Александром Зацепиным. С ним у постановщика сложился прекрасный творческий союз. Вскоре Гайдай решил обратиться к жанру криминальной комедии и снял «Бриллиантовую руку». В основу этой картины легла история о контрабандных перевозках, которые в то время участились в Советском Союзе. Ну а снимались в ней легендарные Никулин, Миронов, Попанов, Мордюкова, Светличная. К слову, свою жену Нину Гребешкову Гайдай снял в роли верной спутницы Семен Семеновича Горбункова. В 1970-х экранизировал классические произведения русских авторов. В коллекции режиссера появились знаменитые комедии «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати говоря, сам Гайдай нередко появлялся в собственных фильмах, в маленьких эпизодах. В годы перестройки Гайдай снимает «Опасно для жизни» частный детектив или «Операция-кооперация». На Дерибасовской «Хорошая погода» или на Брайтон-Бич «Опять идут дожди». А еще в 80-х он снимает несколько сюжетов для журнала «Фитиль». Великий режиссер ушел из жизни в 1993-м. Его имя присвоили самому крупному кинотеатру Иркутска. И одна из площадей на территории киностудии «Мосфильм» также носит имя Леонида Гайдая. Ну а нам с вами, пожалуй, стоит быть благодарными в том, что он в одно время с нами жил и творил замечательный мастер, картины которого наполнены искрометными шутками, ушедшими в народ, забавными трюками, в которых кинокритики находили перекличку с работами Чарли Чаплина и Гарольда Ллойда. И, конечно, прекрасными песнями, которые радуют нас и сегодня, собственно, как и комедии Гайдая, осмотреть которые и не улыбаться просто невозможно.